Сегодня вместо уроков ученики 82-й школы Владивостока играют в компьютерную игру. Но не спешите обвинять систему образования. Делают школьники это абсолютно легально. Они первыми в Приморье тестируют игру ЖЭКО, специально разработанную фондом ЖКХ. Сегодня у ребят будет 20 минут. Казалось бы, это всего лишь 20 минут, но с другой стороны 20 минут на то, чтобы привести квартиру в порядок, прожить несколько месяцев, а то и лет этой игровой жизни, это дорогого стоит. ЖЭКО – это первая обучающая игра по жилищно-коммунальному хозяйству. Сделана она наподобие СИМС. Только здесь участник – это домовенок по имени ЖЭКО, который помогает семье Лазаревых научиться экономить и, как следствие, меньше платить за жилищно-коммунальные услуги. Установи приборы учета, замени старое оборудование, используй современные технологии, учись экономить коммунальные ресурсы. Эта игра подходит как детям, так и взрослым. Она максимально приближена к российской действительности. И все полученные в ней здания можно применить на практике. ЖЭКО состоит из трех уровней. На первом участник учится жить экономнее в собственной квартире, сокращать потребление электроэнергии, воды, газа и таким образом оптимизировать семейный бюджет. Замечаю тоже часто то, что родители забывают выключить. Ну или я, допустим, свет в ванной комнате. Вот. Буду рассказывать им, почему это очень важно. Второй уровень расширяет границы. Здесь уже ЖЭКО учит семью о замуправлении многоквартирным домом. Третий уровень – квартал. Здесь игроки узнают про зоны сбора мусора, детские спортивные площадки и все, что касается жилых микрорайонов. Я поняла в этой игре то, что она как бы строит, как на будущее нас уже готовит. То есть надо экономить свет, воду. К тому же это очень помогает природе. По географии мы изучали, что помогает ресурсы экономить и природе в общем. Вдобавок необходимо следить за комфортными условиями в игровой квартире и не допускать, чтобы у семьи ухудшалось настроение. Чем больше положительных эмоций испытывают Лазаревы, тем больше бонусов у домовенка ЖЭКи. Познавательные викторины. Обучающие мини-игры. Веселые квесты ждут вас. Каждый игровой месяц участнику приходит квиток за коммунальные услуги, где прописаны израсходованные и сэкономленные средства. Благодаря этому игрок учится планировать и просчитывать бюджет. Один из моментов игры – заменить все старое оборудование на новое энергосберегающее, с помощью которого можно будет сократить оплату жилищно коммунальных услуг. Нажав на машину, система проинструктирует игрока, сколько техника потребляет киловатт и сколько в нее можно загрузить белья, а потом предложит сыграть в интересную игру. На сэкономленные деньги семья может реализовать свою мечту и купить себе приятные подарки. Игра считается пройденной, когда участнику удастся наладить комфортную атмосферу в квартире и сократить оплату коммунальных услуг на 50%. Понравилась, очень интересная игра, познавательная. Экономика-экономика затягивает, скорее всего, больше вот эти мини-игры. Тут очень много интересных фактов, и я много нового узнала, именно как сэкономить, чего я не знала раньше. Игру Жека создали еще в 2014 году. Впервые ее протестировали школьники Нижнего Новгорода, затем она распространилась по всей России. Сегодня ее можно скачать бесплатно на такие операционные системы, как Windows, iOS и Android. К тому же во многих городах России даже устраивают чемпионаты по этой же лично-коммунальной игре. Во Владивостоке Жеку проведут в нескольких школах, а 17 марта устроят финал, где разыграют главный приз – путевку в детский центр «Океан». Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.